уважаемые друзья уважаемые коллеги уважаемые геотехники все те кто хотел бы разобраться в очень интересной новой но очень интересной технологии струйная цементация грунтов моя фамилия малинин зовут алексей генрихович я директор предприятия строительной компании инж проект строй в той жизни в той жизни называют все что было до перестройки времена так называемого советского союза я был доцентом политехнического института пермского политехнического института и вот эта любовь к преподаванию она у меня как-то через всю мою жизнь так и идет поэтому разобравшись с этой технологией я решил написать книгу струйная цементация грунтов которая уже прошла где-то 4 переиздания с какими-то дополнениями изменениями но к сожалению и сегодня эта книга она дана она ее можно скачать бесплатно с сайта нашего предприятия значит после этого моей маленькой лекции будет на экране выведено название этого сайта вы можете с ней ознакомиться посмотреть но здесь есть одно но если ты хочешь изучать какую-то новую технологию какой-то новый предмет то лучше это конечно делать не по книгам лучше это делать непосредственно в каком-то прямом контакте с тем кто тебя этому обучает это дает возможность не только услышать само построение всех предложений всех схем всех идей но самое главное это в конце лекции задать вопросы конечно я не смогу ответить на них немедленно но я буду стараться отвечать на эти вопросы на последующих своих лекциях поэтому пожалуйста пишите пожалуйста читайте звоните телеграфируйте в общем все каналы связи которые будут приведены в конце этого занятия сегодня у нас вступление именно вступление я как преподаватель называют введение в предмет до введение в курс струйной цементации грунтов сегодня мы коснемся буквально только цели и задачи этого курса мы не будем говорить о самой технологии просто я постараюсь донести до вас саму идею этой технологии и почему я эту технологию люблю больше всего из всех других технологий на своей жизни я занимался инъекционным закреплением грунтов начиная там после став 3 курса затем будучи в аспирантуре там младшим научным сотрудникам и так далее и всегда и когда я уже перешел в практическую область со мной перешли в эту область наверное все мое поколение когда началась перестройка то все молодые преподаватели покинули преподавательскую деятельность и пошли за какой-то казалось бы более интересной светлой и наверное богатой жизнью бизнес кто-то дошел как я до директора предприятия кто-то не дошел но тем не менее все мы окунулись в практическую работу и вот как раз у меня получилась такая интересная возможность проверить все то что я читал студентам а я читал например курс специальные методы проходки автодорожных и железнодорожных тоннелей проверить это на практике и вот первый же мой мой опыт показал что как только ты я стоял рядом там молодой начинающий руководитель объекта стоял рядом с веком он пробурил скважину закачал туда цемент и после этого мы вскрыли шурф и не нашли этот цемент вот это как раз очень часто встречаемый результат все тех кто занимается инъекционным закреплением грунта наверное каждый в своей практике скажет что и у него за плечами был такой объект и вот как тут сопоставить то есть как это проектирование это выполнение работы это деньги работы актировки и потом ты не находишь цемент поэтому конечно сразу начался поиск тех разновидностей технологий инъекционного закрепления которые бы давали гарантированные результаты самое главное они давали бы заказчику в лице его технического надзора возможность проверить что же за результаты работы и вот как раз струйная цементация грунтов здесь обладает просто неоспоримым преимуществом просто огромнейшим преимуществом и и результат виден всегда еще не было ни одного случая в моей практике чтобы выполнив работу мы не нашли грунтоцементную там сваю колонну или там плоский элемент о которых мы будем говорить дальше потому что это просто физика физика этого процесса и поэтому струйная цементация грунтов мы по сути отбросили все технологии перешли на технологию струйной цементации грунтов ну которой мы занимаемся практически уже сегодня 20 с лишним лет причем учился я спасибо значит правительству того времени там 900 1999 года когда таких как я молодых инженеров молодых директоров с каким-то начальным знанием иностранного языка отправили так сказать учиться как петр первый отправлял там своих бояр учиться европейским искусством нас точно также отправили в европу и я учился и имел такую счастливую возможность обучиться этой технологии в стране которая является родиной этой технологии в италии и вот обучившись этой технологии дальше можно долго рассказывать об истории как мы начинали это здесь это все очень интересно но все-таки хотелось бы говорить о более таких уже практических результатов вот именно этим технологии струйной цементации грунтов еще раз повторяю выгодно отличается от всех других технологий если мы откроем какие-нибудь нормативные документы то увидим что цементацию можно проводить например круплообломочных породах или например каких-то гравелистых грунтов но ни в коем случае цементацию нельзя выполнять не только то в плотных песках но даже ее нельзя делать вернее не только там в глинах и суписях и суглинках да но даже в плотных песках она тоже как правило уже не исполнил выполняется конечно для этого сегодня придумали какие-то новые новые материалы с какими-то более высокими проникающими способностями это структурные материалы такие как микроцемент и без структурные жидкости на основе различных синтетических смол и конечно в этом отношении химическая промышленность двигается и появляются какие-то расширяются горизонты укрепления материалов но они все как правило ну первый недостаток они как правило все очень дороги и второе все-таки их надежность их применение тоже далеко оставляет желать лучшего ну я помню когда еще я был молодым и в одной частной беседе с одним из покорителей северомуйского тоннеля но все знают это был один из сложнейших тоннелей который строился на баме применяли там японские вяжущие материалы так вот как сказал этот руководитель объекта или руководитель технологии он сказал такую фразу которая мне запомнилась на всю жизнь своей простотой и ясностью рюмка скрепляющего материала японского стоила столько же сколько рюмка армянского коньяка и вот эта пропорция она осталась когда мы строим какие-то огромные там укрепления автодорог там я фантазирую там какие-то укрепления грунтов слабых представительности тоннелей то понятно что такими дорогостоящими материалами как правило сегодня уже экономически невозможно в рамках тех экономических каких-то параметров невозможно выполнить эти работы все равно мы должны использовать понятные доступные легко доступные материалы и в первую очередь такие которым относятся цемент так вот струйная цементация грунтов как раз основана на применении обычного материала да там будут разновидности какие-то введения добавок будут разновидности мы будем рассматривать какие-то различные виды цементов но большинстве своем это самый обычный портланд цемент в каждом городе россии всегда есть один а иногда и больше заводов цементных которые выпускают этот материал и каких-то проблем с поставкой этих материалов мы сегодня никогда не имеем вот это вторая особенность этой технологии еще есть одна интересная особенность технологии это это из всех инъекционных технологий эта технология наиболее подвергается автоматизации то есть здесь работают уже какие-то на буровых установках на миксерных станциях на насосах стоят уже какие-то компьютеры которые могут управлять процессом и мы надеемся что вообще когда-то мы дойдем и это действительно потенциально возможно что мы дойдем до того состояния когда на поле будут выезжать буровые им в соответствии с программой двигаться бурить там закачивать и так далее то есть абсолютно технология возможна в принципе своем она возможна без применения человека вот настолько высок уровень в ней автоматизации все буровые которые применяются буровые установки в этой технологии как правило все всегда снабжены механизированным автоматическим движением буровой каретки соответственно с вращателем соответственно со штангами с мониторами и этот процесс очень часто напоминает как пианист играет на механическом пианино да то есть пианино играет а пианист только изображает мне всегда очень нравится смотреть на бурильщика который стоит рядом с буровой установкой она за него будет а он там где-то рассматривает облака в небе но это и как раз и говорит высокой а высокой степени защищенности этой технологии от влияния человека от его безрассудных поступках от его каких-то машинально неправильных действий и так далее то есть это так называемая защита дурака которая в этой технологии реализуется лучше всего чем во всех остальных технологиях вот это еще одно из преимуществ технологии который в которой в первую очередь играет оборудование вот если у тебя есть хорошее оборудование то класс уже бурильщика он уже не одни особенно важен и тем более там агрегатчика который стоит на насосном агрегате или миксериста который замешивает цементные растворы потому что миксера например замешивают цементные растворы все уже сегодня практически замешивают в автоматическом режиме если сказано там будут цементные отношения один к одному ну это сто процентов весовые терминалы какие-то простейшие компьютеры выполняют за нас эту задачу залили 100 литров воды добавили 100 килограмм цемента или 200 литров воды 200 или так далее килограмм цемента то все делается в автоматическом режиме и уже сегодня это не фантастика действительно сегодня у хороших фирм фирм производителей есть такие миксерные станции которые надо только вот утром прийти ключ повернуть ее включить и вечером не забыть ее выключить и она будет все время мешать цемент когда он будет лишний она будет останавливаться когда вы будет не хватать она будет его домешивать и так далее то есть мы всегда имеем просто абсолютнейшую гарантию что у нас будет выполняться строго водоцементные отношения никаких там мешков глаз ведер ничего этого не не присутствует в этой технологии вот это еще один из одной из огромных преимуществ технологии струйной цементации грунта ну еще что я бы хотел сегодня заключение отметить наши такой небольшой водной лекции это введение в этот предмет да это то что этот курс будет читаться на базе я сейчас нахожусь на базе предприятия специальная строительная техника которая выходит состав нашего небольшого холдинга и это предприятие выпуская специальное оборудование для различных инновационных работ в том числе для струны цементации грунта поэтому вы будете иметь уникальную возможность мы даже сделаем такие выездные лекции выездные передачи когда можно будет просто подойти прийти в цех и мы вам просто покажем как реально выпускаются как делаются какие-то узлы миксеров буровых насосов это все очень интересно чтобы понять внутренность вот этих всех механизмов и это обязательно нужно знать любому геотехнику принципы их работы принципы но в том числе там например измерений тех же весовых отношений или давление там или управление этими процессами это все мы вам покажем просто но в режиме что называется реального времени это можно будет все посмотреть и на следующей лекции если что-то будет непонятно задать вопросы мы можем каким-то вопросом уделить гораздо большее внимание ну вот пожалуй наверное на сегодня для начала это все что я хотел сказать я приглашаю вас смотреть этот цикл лекции конечно можно начать читать прочитать эту книжку но еще раз повторю конечно смотреть всегда приятнее интереснее и намного больше информации мозг впитывая чем читать книгу и так всем желаю присоединяться к нам смотрите информацию о названии сайта как добраться до этой книги как добраться до меня через все виде связи ну и до новых встреч и и и